Завершаются работы по реконструкции дороги Махачкала-Каспийск. Уже сегодня с 7 часов утра был открыт проезд на одном из участков дороги. Председатель правительства республики Абдусамат Гамидов лично ознакомился с ходом работ по замене изношенного слоя асфальтобетона. Движение организовано в одном направлении – по правой полосе дороги до транспортной развязки к поселку Хушет. По словам премьер-министра, одну сторону планировали сдать 15 июля, но в связи с некоторыми неудобствами для автовладельцев, глава Дагестана поставил перед Дагавтодором задачу в течение трех дней пустить автотранспорт по одной полосе. Сейчас мы решили не ждать. Было поручение главы срочно открыть эту дорогу, потому что большие неудобства для наших граждан. Все эти дни в редукторном поселке, особенно в вечернее время, были огромные пробки. Это создает определенные неудобства, большие неудобства для населения. Несмотря на то, что на протяжении целого месяца ремонт дороги доставлял автовладельцам неудобства, они очень довольны новой дорогой. Очень приятная, очень ровная, гладкая, хорошо едет машина. Вот из-за этого как на вас стоило ждать, чтобы… Конечно стоило, часто стоило. Мы это перетерпели, все нетрудности, все нормально, это шикарная дорога. Разрешенная скорость 50 км в час. Водители должны соблюдать скоростной режим и выполнять требования дорожных знаков. Скоростные режимы до 50 км в час ограничены, чтобы для безопасности проведения работ, потому что на смежной стороне будет проводиться ремонтная работа. Просьба единственная к участникам дорожного движения, чтобы соблюдали скоростные режимы и не забывали, что это производственный объект. В настоящее время дорожники уложили асфальтобетонное покрытие на 5-километровом участке. Параллельно проводится фрезерование другой стороны дороги. На оборудование установлена система 3D-нивелирования. Это позволяет максимально равномерно снимать изношенный слой асфальтобетона. Полностью автомобильное движение по новой трассе будет восстановлено уже к середине текущего месяца.